Всем привет, ребятки! И сегодня в этом видео я вам покажу, как повысить FPS в PUBG на любом компьютере в 2017 году. Ну и в целом мы поговорим об оптимизации этой игры. Если вы выполните всё, про что я вам сегодня расскажу, то FPS в PUBG у вас повысится примерно где-то на 20-30%. Независимо, если у вас слабый компьютер, средний, либо очень мощный. Но раз вы смотрите это видео, значит что-то вас не устраивает, а точнее вас не устраивает FPS. Так что я думаю, у вас вряд ли мощный компьютер, а скорее всего либо какой-нибудь средненький, либо вообще очень-очень слабенький, типа калькулятора. Как по мне, любой видозик по оптимизации и по повышению FPS нужно начинать с системных требований. Ну и минимальные системные требования PlayerUnknown's Battlegrounds. Операционная система 64 бита, Windows 7 и выше. Честно вам скажу, я не знаю, будет ли PUBG работать на 32-битных системах, но если у вас 32-битная система, у вас запустился и работает PUBG достаточно стабильно, тогда пишите обязательно об этом в комментариях. Процессор Intel Core i3 4-го поколения, либо же AMD FX 6-го поколения. Ну и оперативной памяти у вас должно быть минимум 6 гигабайт. Ну и видеокарта минимально должна быть у вас GTX 660 на 2 гигабайта, либо же AMD Radeon 7850 также на 2 гигабайта. Не обязательно у вас должна быть прям вот эта вот видеокарта, главное, чтобы на ней было 2 гигабайта. Если же у вас 1 или 1,5 гигабайт, то я думаю, у вас будут некоторые проблемы с игрой. Естественно, DirectX 11-й версии пишется в Steam, но можно вроде и 10-ю использовать, но и также широкополосное подключение к интернету. То есть, чтобы у вас постоянно был трафик в интернете и он не подвисал, ну и конечно же место на диске 30 гигабайт. Сама игра в Steam весит в районе 8 гигабайт. Также нужно отметить то, что до сих пор игра находится в раннем доступе. Из-за этого даже на самых мощных топовых компьютерах есть постоянные подвисания, фрезы и так далее. Моя же система это видеокарта GTX 1050 Ti на 4 гигабайта от MSI, процессор AMD FX 8354 ГГц с 8 ядрами и пока что только 6 гигов оперативы, но этого хватает вполне, чтобы играть и даже записывать. Ну и банально просто обновить ПК, поставить более туда крутые комплектующие, думаю, в этом способе все и так прекрасно знают и понимают этот способ. И если вы перешли по этому ролику, то скорее всего у вас нет возможности обновить ваш компьютер. Так что первый реально работающий способ это почистить ваш ПК. Его можно почистить как систему, так и собственно ваш компьютер, ваш корпус. Корпус нужно почистить от пыли и от грязи, отдав его специальный центр, либо же специальным пылесосом. Думаю, про это вам не нужно рассказывать, сами разберетесь. Как же это проверить? Просто заглядывайте в корпус, если там много пыли и грязи, значит его нужно почистить. Если там ничего такого нету, то можно еще годик или даже два пользоваться. Хотя рекомендуется каждые полгода чистить ваш ПК от пыли и грязи. Второй же способ это переустановить ваш Windows. Если вы пользуетесь вашей Windows где-то более полугода, тогда желательно ее переустановить. Потому что рекомендуется чистить ваш компьютер от пыли и переустанавливать Windows раз в полгода. Но если вы не умеете, либо же вам лень переустанавливать вашу Windows, тогда воспользуйтесь программой CCleaner. Скачать ее можно абсолютно бесплатно в интернете. Просто набираете скачать CCleaner и сейчас небольшой гайдик по этой программе. Вот таким вот образом выглядит эта программа. Здесь можно и почистить интернет, файлы, можно и найти всевозможные ошибки, которые возникли в винде и таким образом их решить с помощью этой программы. Также можно удалять ненужные программы, которые есть у вас на компьютере. Ну и так далее. Скачивайте. Очень-очень полезная программа. Если вы перебьете вашу винду, то FPS в среднем где-то повышается на 10-15-20 единиц. Если же почистите ваш показ с помощью CCleaner, то приблизительно FPS может возрасти до 15-20 единиц. Также, чтобы ваша система очень сильно не грузилась во время игры, она и без того очень сильно загружена PUBG, лучше всего закрыть все программы, которые, собственно, сейчас открыты у вас. Например, браузер, скайп и так далее. Если же вы не хотите постоянно заходить в диспетчер задач и завершать все эти программы, то воспользуйтесь автозагрузкой. Чтобы ее найти, нужно перейти в панель пуск, там будет найти программы и файлы, и там вводим ms.config. После этого вам высветится окно конфигурации системы, выбираете автозагрузкой. Здесь у вас есть и возможные программы ваши. Например, не хотите, чтобы скайп запускался при включении вашего ПК, убирайте перед ним галочку. Применить? Окей, все, он больше не будет запускаться, нажимаете перезагрузка, и больше не нужно его закрывать в диспетчере задач. Теперь же перейдем к настройкам стима. Очень сильно много FPS жрет оверлей. Их можно закрыть, зайдя в вашу библиотеку, выбираете PlayerUnknown's Battlegrounds. Именно не тест, а именно просто PlayerUnknown's Battlegrounds. Нажимаете по PlayerUnknown's Battlegrounds правой кнопкой мыши, там свойства, и здесь вам освечится какое-то окошко. И вы убираете вот эти две галочки. Включить оверлей стим в игре, и нижнюю также лучше всего отключить. Также чуть-чуть ниже вы можете увидеть и установить параметры запуска. Прямо сейчас спускаетесь в описание, и у вас на экранах сейчас появилась такая вот команда, она в описании, копируете ее и вставляете сюда. Потом закрываете то окошко, закрываете это окошко свойства, и заходите в игру. С помощью этой команды ваш FPS примерно повысится еще на 10, 20, возможно даже 30 единиц. Что же делает эта команда? Во-первых, она заменяет все текстуры в игре с DirectX 11 на DirectX 10. Таким образом, у вас видеокарта меньше нагружается, и таким образом у вас больше FPS будет в игре. Больше выделяет памяти на игру, также дает высокий приоритет игре, ну и так далее. Короче, эта команда очень полезна, и главное то, что она работает. Также раньше еще был один способ PUBG, это полностью отключить тени в игре. Это можно было сделать через файлы игры, там нужно было заменять один блокнотик другим, но недавно начали за это банить. Даже в принципе не недавно, а еще несколько месяцев назад. Сегодня 23 октября, я записываю ролик, а вчера 22 октября в игре было забанено 42 тысячи игроков. В PlayerUnknown's Battlegrounds каждый день играет более 2 миллионов игроков, каждый день закупаются просто сотни тысяч вот этих вот лицензионных копий, и уже продано более 15 миллионов копий. Так что если вас забанят, думаю, Блухолу будет просто-напросто пофиг на вас, потому что у них таких еще буквально миллионы игроков. Не обязательно, если вы отключите эти тени, то вам прилетит бан буквально сразу же, или там через несколько дней. Возможно, он прилетит через неделю, или даже через месяц. Но оно вам это надо, еще 900 рублей потом платить за PUBG, опять же вот это вот все там наигрывать и так далее. Так что если разработчик говорит то, что этим нельзя пользоваться, я лучше этим не буду пользоваться, и вам советую. Тем более за это прилетает перманентный бан в игре. Если вы почистили ваш ПК, перебили на нем винду, также отключили оверлей в Steam и ввели вот эту вот команду из описания в автозапуск, то гарантированно FPS повысится на 20-30 единиц. Если же он повысился там на 5 единиц, или вообще даже не повысился, то, скорее всего, вам уже нужно менять ПК, и никакие вот эти вот вам гайды не помогут. Также я вам еще немножко хочу рассказать про настройки графики в PUBG. В принципе, тут и так все понятно, чем ниже у вас будут настройки, тем выше у вас будет FPS. Я читал небольшой постик про PUBG, и там рассказывается то, что все настройки графики, кроме текстуры, нужно ставить на низкое, либо даже на очень низкое. Во-первых, чем у вас будет меньше травы, пыли и так далее, тем вы более будете эффективнее играть. Приведу небольшой пример. Например, какой-то чувачок возле вас залег в поле, и игрок на ультра настройках, либо на очень высоких, скорее всего, его не заметит, потому что там просто-напросто будет трава. У вас же при этом будет выставлено на очень низком, либо на низком хотя бы, и вы его, скорее всего, увидите, потому что у вас в том месте будет очень мало травы. Также при стрельбе, езде, взрыве гранат, поднимается пыль, и это тоже мешает эффективно стрелять. Но если вы все настройки выкрутите на очень низко, то у вас, естественно, этого всего не будет. Единственное, можно что текстурку поставить там на среднее качество, либо даже на высокое, чтобы она хотя бы более-менее смотрелась. А то, когда на очень низко ставишь текстуру, такое чувство, что ты не чуваком каким-то, да, или нинтянкой, да, играешь, а каким-то просто-напросто куском мыла. Да и все вокруг тебя такое чувство, что пришлось с 90-х годов. Я играю в разрешении 1920 на 1080, с вот такими вот настройками, все на очень низкое, кроме текстуры, текстурка на среднее, и у меня в игре 60-70 фпс. Это именно когда я уже высадился и играю, когда же лечу на самолете, то примерно 30 кадров в секунду, может немножко больше. В принципе, на этом все, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если еще что-то будет доступно для повышения фпс в PUBG, я обязательно про это ролик запишу. Так что, чтобы это не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки, все, всем пока-пока.